Шторм Действительно, шторм причинил нам множество проблем. До сих пор свыше 50 тысяч клиентов остаются без электричества из-за прерывания линий среднего напряжения и еще порядка 12 тысяч из-за обрыва кабелей низкого напряжения. Первая группа получила от нас СМС о поломках. Те же, кто его не получил, но не имеет электричества, должны позвонить на короткий номер 1343. Мы приносим свои извинения всем клиентам за эти неудобства. Работы продолжаются. Постараемся устранить все поломки в течение самого короткого времени. Как бы цинично это ни звучало, шторм святой Иуда, если не предал, то сильно разочаровал любителей природного экстрима в нашей стране. Впечатленные кадрами из Британии и Голландии, где шторм стал причиной сильных разрушений и даже гибели нескольких человек, многие стоноземельцы ждали и одновременно боялись разгула стихии на нашей территории. Но, ослабнув по пути из Северной Атлантики на Балтику, шторм, к тому же, успел еще и сменить имя. Шведские метеорологи назвали его Симоной. Возможно, это повлияло и на характер природного явления, которое в итоге обошлось с нами довольно мягко. А меньше всего последствий ночной непогоды было замечено в Таллине. Единичные поваленные деревья и ветки, пара разорванных рекламных плакатов, поваленные временные дорожные знаки – вот, к счастью, и весь улов Симоны в столице. Синоптики сообщают, что ветреная и дождливая погода сохранится до конца недели, а новый сильный шторм вероятен 8 ноября. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.